Чтобы представить себе деятельность этой лаборатории, нужно отказаться от обычных взглядов. Это не опыты в тишине кабинетов, а холод антарктических льдов. Но почувствовать те условия, в которых работают исследователи, мы в полной мере не можем. Однако атмосфера передается даже при беседе с учеными. Для кого-то минус 5 уже холодно, а для кого-то любой холод – обычные условия работы. Наш герой считает главным правильный настрой. Холод для него – скорее психологическое ощущение. Тем более, что минусовые температуры – не просто условия работы, а практически необходимость для исследования, ведь его тема – мерзлота. Я просто не очень люблю людей, а там людей немного, где мерзлота. Поэтому я люблю ездить в такие природные зоны, в такие места, где ты можешь общаться с природой, и тебе не мешают люди делать это в свое удовольствие. Список тем лабораторий, где работает Алексей, широк. От участия в проекте по поиску воды на Марсе, что может косвенно указывать на наличие жизни, до боения вулканов на Камчатке и в Японии. «Мы мерзлоту везде найдем», – улыбаются ученые. В основном исследования ведутся на севере Якутии и в Антарктиде. Ученые занимаются мерзлотой, почвами, которые на ней развиваются, и самими отложениями. Задачи включают все – от микробиологических до экологических аспектов. Находишь объекты, которые датируются, и их датируешь. Ты понимаешь, что если этой кости 30 тысяч лет, то значит этим отложениями, и там может быть каким-то почвенным образованием, которые в них остались, им тоже примерно такой же возраст. В зависимости от цели исследований применяются разные инструменты – от лопаты и буровой до точнейших современных методик. Определение режимов влажности и температур, некоторых свойств почв. Часть работы происходит в полевых условиях, а основную аналитику ученые проводят в стенах института. Дорога сложна, так как полевые исследования должны проводиться в нетронутых местах, и поселок, куда может долететь самолет – не конечный пункт назначения. Кстати, туда нужно не просто добраться, но и доставить необходимое снаряжение и провиант. Ну, бывает, иногда управляемся там за одну-две недели, ну, чисто полевого времени. В Антарктиде, например, иногда это доходит до четырех месяцев. Чего только не приходится переживать исследователям во время экспедиции. Постоянный пронизывающий ветер, леденящий холод или работа по колено в воде. На что только не пойдет ученый ради образцов. Если вернуться к теме исследований, которыми занимается именно Алексей Лопачев, то область его научных интересов – почвенные проблемы. Вместе с коллегами он рассматривает важные с точки зрения эволюции природной среды темы – формирование свойств географического распространения тех или иных типов почв. Что было, что будет и что происходит в данный момент – на эти вопросы может ответить важный индикатор состояния природной среды. И речь о почве. В том числе я занимаюсь экологическими функциями почвы. То есть почва – это как фильтр природной среды. Все загрязнители, полютанты, они все проходят вот этот малый биохимический круговорот, в котором одно из основных звеньев является почва. Она накапливает что-то, что-то переводит в ходе микробиологических или физико-химических процессов в какие-то более активные формы или менее активные формы. Один из ощутимых результатов, по словам Алексея, – установление экологических функций почв в Антарктиде. Без ледного пространства, где расположены российские станции, и можно строить здания, там не так много – всего около 1% от всей территории. Холодная зима, умеренное лето, недостаток жидкой воды, отсутствие лесов и всего два вида сосудистых растений на весь материк – так выглядит Антарктида для ученых. Ситуация усложняется еще и из-за вмешательства человека. Люди, которые живут там много лет, вынуждены использовать тонны дизельного топлива. Но, несмотря на это, почва способна выполнять свою экологическую функцию. Установлено, что даже небольшие маломощные образования, как почва Антарктида, они свою экологическую функцию выполняют. И их надо беречь, что нужно доводить до наших полярников, чтобы они аккуратнее выполняли антарктический договор более тщательно, не мусорили, не ездили там, где нельзя, не ходили там, где нельзя, не срывали там ничего на память себе, потому что за 40 лет можно все вывести, каждый кустик. Мерзлота? А ее проблемами Алексей Лупачев занимается уже больше 13 лет, ставит перед учеными сложные вопросы и сама дает на них ответы. Ведь, как говорит наш герой, это огромный архив, с помощью которого можно узнать много нового. Юные журналисты Центра «Радуга» специально для ТВ спущено.